На протяжении веков Англия славилась грабителями. Хотя преступника в целом презирали, некоторые из них в период политической нестабильности боролись против власти, которую они считали незаконной. Робин Гуд, пожалуй, самый известный преступник Средневековья, стал популярным народным героем и символом надежды на справедливость. Известный тем, что был превосходным лучником, охотившийся на запретной земле, и великодушным грабителем, готовый прийти на помощь людям, нуждающихся в его помощи. Шарвудский лес до сих пор пульсирует рассказами о Робин Гуде и его шайке благородных разбойников, которые в борьбе с тиранией перехитрили несправедливых представителей власти. Согласно легенде, больные стрелки наводили ужас на крестных богачей, грабя их на дорогах и раздавая награбленное добро бедному люду. Баллады писателей подхватили легенду и сильно ее приукрасили. Рассказы в Мэримен, Шерифе на Таргемском и Деве Мэрион всего лишь сказки. Исторического Робин Гуда не существовало, хотя были предприняты многочисленные попытки доказать обратное. А ссылки на легенду средневековыми летописцами ясно показывают, что сами паллады были единственным доказательством его существования. Робин Гуд был мифическим творением, призванный выражать недовольство несправедливыми законами. Его имя превратилось в псевдоним, который в конечном итоге стал синонимом тех, кто занимался бандитизмом в Англии в средние века и жил вне закона. Как бы то ни было, легенда о Робин Гуде сохранится еще долгое время, поскольку истории о героическом преступнике стали чрезвычайно популярными. В Англии разбойниками с большой дороги восхищались за их храбрость, а склонность к грабежу была одним из главных грехов англичанина. Остроумие и щедрость капитана Хинде стали его визитной карточкой. Он заработал репутацию джентльмена-грабителя, часто подшучивающего над своими так называемыми клиентами. Его жизнь приняла новое, или лучше сказать неизбежное направление, когда он встретил Томаса Алина в камере предварительного заключения после пьяной вечеринки. Алин, также известный как епископ Алин, возглавлял банду разбойников, промышляющих в пригороде Лондона. Алин взял молодого хинда под свою крыло и познакомил с жизнью на дорогах. Во время гражданской войны в Англии Джеймс Хинд вместе с другими членами банды епископа Алина присоединился к армии рейлистов. Лидерство и отвага хинда привлекли внимание его начальства, и в 1647 году Хинд получил звание капитана. Примерно в 1648 году Алин и большая часть его подельников были схвачены после неудачной попытки убить Оливера Кромвеля. Но хинду удалось сбежать, и он вернулся промышлять на дорогах. Хинд стал больше, чем разбойник с большой дороги. Он теперь был символом сопротивления рейлистов и занозой в мягком месте парламента. Интерес к нему выходил за рамки обычного воровства. Капитан Джеймс Хинд стал политической фигурой, но он не остановился на достигнутом. Прибыв в Шотландию, он представился Чарльзю Стюарту и присоединился к неудавшейся попытке Карла II вернуть себе трон, которая закончилась битвой при Устрии 21 сентября 1651 года и бегством короля. Около 3000 человек были убиты во время битвы, а еще 10 тысяч были взяты в плен в Устрии или вскоре после этого. Хинду удалось ускользнуть от плена на какое-то время, но в конце концов драгуны нашли и арестовали его. В течение следующих нескольких месяцев Хинд прошел три сенсационных судебных процесса и был приговорен к смертной казни, но отсрочка приговора пришла откуда не ждали. Дело в том, что на следующий день после суда и до того, как приговор был приведен в исполнение, Силу вступил акт забвения. Закон разрешал помиловать многие преступления, совершенные до 3 сентября 1651 года, до битвы при Устрии, за исключением государственной измены. Лондонские книги и листовки, которые рассказывали о подвигах Хинда, наводнили Лондон. Один местный издатель даже выпустил в декларацию Джеймса Хинда официальный отчет о его служении королю. Из-за всей этой огласки парламент выглядел не очень хорошо и впал в отчаяние. Государственные деятели обратились в суд с ходатайством о пересмотре дела Хинда, обвинив его в государственной измене за участие в Устрии. Для парламента третье последнее заседание суда было вдохновляющим, поскольку суд признал Хинда виновным в государственной измене и приговорил его к повешиванию, потрошению и четвертованию. 24 сентября 1652 года капитан Джеймс Хинд, рейлист и печально известный разбойник, поднялся на эшафот и с присущей ему храбростью, обращаясь к собравшейся толпе, поклялся в своей несменной верности королю. Так закончилась жизнь капитана Джеймса Хинда, рейлистского разбойника. С XIII века и до XIX века сотни англичан, осужденных за государственную измену, были приговорены к смерти этим публичным и ужасающим проявлением абсолютной власти, включая повстанцев таких как Уоллес, политических террористов таких как Гай Фокс и католических мучеников, которые отказались признать авторитет англиканской церкви. В эпоху высокого средневековья преступники, осужденные за измену, подлежали в Англии ряду разнообразных наказаний, включая волочение лошадьми и повешивание. В XIII веке были введены другие, более жестокие способы казни, в том числе потрошения, сожжения, отсечения головы и четвертования. Государственная измена считалась прискорбным деянием, требующая самого сурового наказания. Повешивание, потрошения и четвертования – вид смертной казни, возникшей в Англии в правлении короля Генриха III и официально учрежденной в 1351 году в качестве наказания для мужчин, признанных виновными в государственной измене. Женщин, приговоренных к казни за государственную измену, из соображения общественного приличия сжигали на костре. Самым первым человеком, приговорен к высшей мере наказания того времени, был пират по имени Уолли Моррис в 1241 году, но подробностей о его преступлениях или казни очень мало. Первый записанный пример полного наказания был во времена правления Эдуарда I для валийского принца Дефидаб Грифида, после того, как тот возглавил борьбу Уольса против английской аннексии, объявив себя принцем Уольским и лордом Сноудена. Сопротивление Дефида привело Эдуарда в такую ярость, что монарх потребовал для бунтовщика особенной, небывалой жестокой кары. После пленения Дефида Эдвард созвал парламент Шроудсбери, чтобы обсудить судьбу валийского принца. 30 сентября 1283 года было решено, что Дефид будет казнен за государственную измену. 3 октября Дефид в наказании за предательство был проволочен лошадьми по улицам Шроудсбери к месту казни. Там он был повешен за убийство, выпотрошен за кощунство, обезглавлен и четвертован за замысел убийства короля. Части его тела были разусланы в разные части королевства, а его голова была посажена на копье в лондонском Тауре. В 1305 году шотландский рыцарь Сареволин Волис, главный лидер Первой войны за независимость Шотландии, был наказан аналогичным образом, испытав еще больше унижения. Его внутренности были сожжены на его глазах. Государственная измена объявлялась тягчайшим из всех всевозможных преступлений. Посягательство на королевскую власть приравнивалось к непосредственному покушению на жизнь монарха, прямо угрожающему статусу суверена и высочайшему праву царствования. Таким образом, в 1351 году Эдуард III учредил акт об измене, содержавший первое в английской истории официальное юридическое определение государственной измены. Законодательный акт, сосредотачивающийся преимущественно на защите трона и суверена, был принят в эпоху, когда само право монархического властвования считалось неотъемлемым и бесспорным. Казнь через повешивание, потрошение и четвертование была официально отменена в 1870 году, благодаря принятию закона конфискации имущества, положив тем самым конец одной из самых давних традиций публичной казни в истории человечества. Смертная казнь за государственную измену в Англии была отменена в 1998 году, но во времена кризисов власти, восстаний, беззакония, угнетения и черной смерти в стране процветали преступники. Во второй половине 18 века количество разбойных наездов пошло на спад. Последнее зарегистрированное ограбление произошло в 1831 году. К тому времени люди уже начали думать о разбойниках с большой дороги, как о фигурах ностальгического романа. Разбойники жили быстро и обычно умирали молодыми. Они воровали у богатых, таким образом рассматривая свои преступления как морально праведные или, по крайней мере, не хуже, чем преступления их жертв. Самым известным разбойником 18 века был Дик Терпин, легенда о котором в конечном итоге затмела воспоминания более ранних героев-разводников, таких как Хинт и Дюваль. Француз по происхождению Клоу Дюваль, казненный в 1670 году до занятия бандитизмом, прибыл в Англию в качестве пожар знатного дворянина. Несмотря на скромное происхождение, он развел в себе манеры английского благородного джентльмена, носил модную одежду и умел ухаживать за дамами любого социального класса. Дюваль, известный как галантный разбойник, никогда не применявший насилие к своим жертвам, был пойман и арестован в пьяном виде в таверне и приговорен к смертной казни. Несмотря на многочисленные мольбы его поклонниц, судья отказался изменить приговор. Дюваль было всего 27 лет, когда его повесили на веселице Тайберна. Его похороны были роскошны, а эпитафия, соответственно, поэтична, со словами «Слава старого Тайберна, прославленный вор Англии! Если ты мужчина, посмотри на свой кошелек! Если женщина, обратись к своему сердцу». Дюваль – радость там, Дюваль – женское горе. Справедливость для англосаксов даже после нормандского вторжения 1066 года представляла собой сочетание местного и королевского правления. В местных судах председательствовал лорд или один из его управляющих. Королевский двор первоначально находился под председательством самого короля. Судьи постепенно обретали независимость от монарха и правительства. Самыми первыми судьями еще в XII веке были придворные чиновники, имевшие особый опыт консультирования короля по урегулированию споров. В 1178 году Генрих II впервые выбрал пятерых членов своего личного двора, двух священников и трех мирян, чтобы выслушивать все жалобы королевства и принимать правильное решение. Так под надзором короля и мудрецов королевства возник суд по гражданским делам. В 1166 году Генрих издал декларацию о собрании присяжных. Позднее этот термин стал называться заседанием суда. Суд присяжных обязал судей, не входящей в состав королевской скамьи, разъезжать по стране, разрешая дела, пользуясь законами, принятыми судьями в Винцминстре. В юрге XVIII века, как и в остальной Англии, окружные суды, возглавляемые мировыми судьями, рассматривали гражданские и уголовные дела, от лицензирования до мелких краж. Более серьезные преступления передавались в суды присяжных, где выносили приговор присяжные и профессиональные судьи. Эти высокопоставленные судебные деятели, часто аристократы, рыцари королевства, занимающие государственные посты, приезжали в Йорк дважды в год, в марте и в августе, чтобы заседать. С 1720 по 1806 годы жильем для этих приезжих судей был шикарный танхаус в георгианском стиле в самом центре города, Джудискорд в Йорке. Сейчас это отель с 16 номерами, спрятанный в секретном дворе, но всего в нескольких шагах от центра торгового района Йорка и всех его основных достопримечательностей. В былые времена судебная власть, проживавшая в Джудискорд, разбирала дела более двухсот преступников, которые были осуждены и повешены в Йорке. Самое громкое дело, рассмотренное одним из резидентов Джудискорд, было в 1739 году, когда судья Уолин Чаппелл признал человека из Уайтфилда виновным в краже лошадей. Человека, которого он приговорил к повешиванию, был Джон Палмер, но его настоящее имя было Ричард Терпин, имя, которое знакомо каждому английскому школьнику. Современный образ Терпина, как благородный герой в черном плаще и треуголке, верхом на свиверной лошади черный бес, был бы забыт в истории, если бы не популярный роман Харрисона Эйнсварда 1834 года «Руквуд», написанный почти через сто лет после смерти Дик Терпина. Именно Уолин Харрисон Эйнсвард изобразил в своем романе жизнь преступника, кажущуюся привлекательной, и придумал Терпину чистокровную кобылу черную бес, которая с тех пор стала неотъемлемой частью легенды. Вдали от легенд Ричард Терпин, более известный под прозвищем Дик, был жестоким насильником, хмурый убийца с грязным прошлым. Он убивал людей, воровал скот, калечил, насиловал, грабил и подвергал своих жертв невообразимой боли. Рассказ Эйнсварда о ночном путешествии Терпина из Лондона в Йорк «На своей кобыле черный бес» берет свое начало в эпизоде, записанном Даниэлом Дефо, в его работе 1727 года «Путешествие по всему острову Великобритания», приписывающий этот подвиг менее известному разбойнику с большой дороги Уильяму Нависан. Реальный же Терпина, далека от романтизированной в готическом романе. Дик Терпин родился в Хемстерде, графства Эссекс, в сентябре 1705 года. Он вырос в относительно зажиточной семье и получил неплохое образование, научившись читать и писать. В возрасте 16 лет он поступил в ученики к мяснику Ватчапал, в то время милой деревушке на окраине Лондона, где он провел пять лет, изучая свое ремесло. Примерно в 1725 году он женился на Элизабет Меллингтон, и они вместе открыли мясную лавку в одной из деревушек Эссекса. Серьезная преступность жизни Терпина началась с банды Грегори. Будучи мясником в 1730-х годах, он занялся побочным бизнесом – торговлей, ворованной дичью. Ричард Терпин с легкостью стал преступником. Он начал воровать овец и крупный рогатый скот, привлекая к себе внимание печально известной банды браконьеров на оленей. По мере того, как его связь с ними увеличивалась, Терпин стал соучастником в их характерных преступлениях по краже со взломом. Жестокая банда врывалась в отдаленные фермерские дома, пытала их жителей, забирая найденные ценности и сбережения. Однажды Терпин даже пригрозил поджарить заживо старушку, если она не расскажет ему и его банде, где спрятала свои сбережения. Как видим, ничего романтичного в этом нет. Банда Грегори в Эссексе наводила ужас на районографство. Со временем большинство членов банды Эссекса были схвачены и казнены. Женщина за пособничество и укрывательство банды Мэри Брейзер ожидала переправки в Британскую Северную Америку. Дик Терпин единственный сумел вскрыться, став на путь преступления, которым он прославился больше всего – ограбление на дорогах. Терпину нравилась жизнь разбойника с большой дороги, но он недолго действовал в одиночку. Однажды на дороге к Кембриджу он попытался ограбить элегантно одетого джентльмена, которым оказался никто иной, как один из самых известных разбойников того времени – Том Кинг. Согласно легенде, объединившись, они сформировали успешно опасное партнерство, укрываясь чаще Эпинского леса. В этом партнерстве было совершено много злодеяний, но в начале 1737 года Кинг был смертельно ранен в споре из-за украденной лошади. В суматохе дик Терпин просто сбежал. Он вернулся в свое лесное логово после того, как случайно застрелил своего сообщника во время запутанной перестрелки. Но ему было не суждено долго оставаться в безопасном убежище, так как был замечен слугой одного из смотрителя Эпинского леса, который предпринял безрассудную попытку задержать его и был застрелен на месте Терпиным. Это убийство было представлено государственному секретарю. За поимку разбойника правительство официально предложило вознаграждение в размере 200 фунтов. Терпин был теперь самым разыскиваемым человеком в Англии, но он исчез. Пытаясь скрыться от закона, он был вынужден вести бродячий образ жизни, пока не нашел места под солнцем в Йокширской деревне Бро, где представился Джоном Палмером, респектабельным торговцем с котом и лошадьми. Он часто сопровождал соседских джентльменов в их компаниях по охоте и стрельбе, жил самым веселым и легкомысленным образом, не заботясь о будущем. Все шло неплохо. Он даже отказался от грабежа на дорогах, но он не смог удержаться от своих старых привычек, сменив один преступный образ жизни на другой. Его опять сгубили воровские наклонности. Он воровал лошадей в Линкеншире и продавал их в Йокшире. Однако событие, которое действительно решило судьбу Терпина, это когда, вернувшись с неудачной охоты, он подстрелил петушка, принадлежавшего своему домовладельцу. В гостинице произошел шумный спор по поводу инцидента, закончившийся тем, что Джон Палмер был арестован приходским констемблем в Бро за нарушение общественного порядка и помещен в исправительный дом в Беверли. Власти провели необходимые расследования в отношении предполагаемого Джона Палмера и возникли некоторые подозрения относительно того, как именно он зарабатывал себе на жизнь, поскольку против него было подано несколько претензий о краже лошадей. Понимая, что они могут иметь дело с более серьезным преступлением, в чем его изначально подозревали, Палмер был переведен из тюрьмы для мелких преступников в Беверли в тюрьму Йоррского замка. Йоррский замок был местом правосудия и заключения почти тысячи лет. Вильгельм Завоеватель построил здесь первый замок в 1068 году как базу для контроля над севером Англии. Развойник Виктерпин последние шесть месяцев своей жизни содержался в тюремных зданиях, в которых сейчас находится музей Йоррского замка, и провел свои последние несколько часов жизни в камере осужденных. Замок и сегодня является местом правосудия. Здание суда XVIII века теперь является Королевским судом Йорка. В нем до сих пор есть камеры предварительного заключения, и там до сих пор судят людей, обвиняемых в тяжких преступлениях, как и в течение почти тысячи лет. Камера, в которой был заключен Виктерпин, сохранилась и является одной из главных достопримечательностей музея Йоррского замка. Находясь в тюрьме в ожидании суда, Виктерпин написал письмо своей семье в Хэмстед с просьбой о поручительстве. Но, к несчастью для Виктерпина, его Шурин письмо не забрал, и письмо вернулось на почту, а его почерк на конверте узнал его старый школьный учитель. Зная, что Тюрпин находится в розыске, мистер Смит передал письмо местному суде, а затем посидел Тюрпина в Йорке, чтобы лично опознать Джона Палмера, как своего бывшего ученика Ричарда Тюрпина. Теперь личность Ричарда Тюрпина была установлена, а его бывший школьный учитель получил награду в размере 200 фунтов, первоначально предложенную герцогам Ньюкасла после убийства Тюрпином Томаса Морриса. Судебное разбирательство началось через три дня после открытия зимних присяжных, 22 марта 1739 года. Председательствовал на процессе сэр Уэлем Чаппел, высокопоставленный и уважаемый судья. У Тюрпина не было адвоката защиты. В тот период английской истории обвиняемые не имели права на юридическое представительство, а в их интересах заботился председательствующий судья. Хотя дик Тюрпин известен как разбойник с большой дороги и грабитель, он был признан виновным и приговорен к смертной казни законократства, и ему не было предъявлено обвинение ни в одном из его убийств. В ожидании своей казни в Йоркском замке Тюрпин стал своего рода знаменитостью. Многие посетители платили надзирателю за посещение весьма добродушного заключенного. Поговаривали, что тюремщик заработал до 100 фунтов на продаже напитков и еды для Тюрпина и его посетителей. В средневековый период в Йорке было четыре места публичных казней. Три из них находились в ведении церкви. Йорский собор, аббатство Святой Марии и больница Святого Леонарда имели веселицу, и каждый из них вершил правосудие на своей территории в соответствии со своими законами. Четвертый объект контролировался короной и управлялся из Йоркского замка. Но вместо того, чтобы воздвигнуть в замке веселицу, они построили ее в Навсмайре, болотистой местности на окраине города, рядом с главной дорогой, ведущей в Лондон. Расположение веселицы на этом месте означало, что самое первое, что увидят посетители Йорка по прибытию, будут тела преступников, свисающих с веселицы, или толпы людей, следующих за телегами, которые везут осужденных преступников навстречу с палачом. Веселица в Навсмайре была названа Тайберн в честь знаменитого места казни возле мраморной арки в Лондоне. Веселица представляла собой трехугольную конструкцию, имела три палки, поддерживаемые тремя стойками, известную как трехногая кобыла, и использовала метод казни «короткое падение». Это означало, что казнены умирали от медленного удушения. На протяжении более четырехсот лет Тайберн был центром публичных казней в Йорке. Первая состоялась в 1379 году, последняя – в 1801. Самым известным преступником, казненным здесь, был развонник с большой дороги Ричард Дик Терпен. Устроив показательный шум в своей смерти и чтобы выглядеть презентабельно, Терпен купил себе новый сюртук и туфли ко дню казни. Он также нанял пятерых профессиональных плакальщиков, чтобы те сопровождали его процессию к эшафоту и наблюдали за погребением его тела. 7 апреля 1739 года его посадили в открытую телегу и отправили по улицам Йорка на виселицу в Навсмайер. Свою смерть он встретил невозмутимо, кланяясь зрителям по дороге в болотную трясину, долго болтаясь с палачом с петлей на шее, а затем, не дожидаясь, пока телега тронется вперед, без церемоний бросился с нее. Он скончался почти сразу. Его оставили висеть до позднего вечера, а на следующее утро тело Терпена было предано земле в церкови Святого Георгия в Йорке, где оно было быстро украдено похитителями тел. В то время такое не было редкостью, а иногда разрешалось для медицинских исследований. Однако это не приветствовалось публикой, и в данном случае похитителей тел вскоре задержали, а тело Терпена перезахоронили в церкви Святого Георгия с негашеной известью. В тихом переулке напротив римско-католической церкви Святого Георгия в Йорке спрятана могила самого известного разбойника Англии Дика Терпена. В англичанах действительно есть что-то явно причудливое. Они с большим удовольствием симпатизируют неудачникам праздную важные поражения. Безжалостный, а иногда жестокий преступник Дик Терпен, терроризировавший людей при жизни и очаровавший их после смерти, впоследствии романтизировался в литературе и фильмах в лиховой герое типа Рубин Гуда. Так что неудивительно, что сомнительные персонажи захватывают популярное воображение английской публики. Терпен, возможно, избежал бы наказания, но он не мог остаться в стороне от неприятностей. По иронии судьбы, он был задержан в результате стрельбы по птице. Из тюрьмы он написал письмо мужу своей сестры с просьбой о помощи, а тот отказался платить шесть пенцев почтовых расходов от неизвестного отправителя, не узнав псевдоним Терпена, что послужило причиной его осуждения. Письмо было возвращено на почту, где его случайно увидел Джон Смит, который получил вознаграждение в размере 200 фунтов за познание Палмера как Терпена. Терпена судили и приговорили к смертной казни по обвинению за кражу трех лошадей. И как в насмешку, он был повешен на подруме в Навсмайре в Йорке, а его палачом был помилованный осужденный, также когда-то занимавшийся грабежом на дорогах. В Йорке не было постоянного палача, и казни проводились осужденным заключенным, которого помиловали при условии, что он будет выполнять работу палача. 7 апреля 1739 года жизнь Дика Терпена оборвалась на кончике каната, но его легенда только начиналась. После смерти Дик Терпен обрел славу, которая ускользала от него при его жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова